Компактные акутические системы для домашнего кинотеатра Сегодня поставляются 5 моделей фирмы Кентон Это модели MUBI 75, 95, 135, 165 и 365 Вот модель 365 как раз перед вами Основные свойства таких систем, конечно же, это компактность сателлитов Но несмотря на это, система имеет довольно высокую мощность 120 Вт, полночастотный диапазон Внутри установлены очень качественные комплектующие И, в принципе, эта система максимально приближается к продукции класса Hi-Fi Ну и, конечно же, все эти системы имеют сравнительно невысокую стоимость Самая младшая, 75-я модель, стоит 33 тысячи рублей А самая дорогая, MUBI 365, стоит 59 тысяч рублей Основное отличие между всеми этими комплектами Это размеры и конструкция сателлитов Мы протестируем сегодня старшую модель, как я уже сказал, MUI 365 Давайте посмотрим на нее поближе Наша система имеет 5 двухполосных сателлитов, немножко укрупненного размера При желании сеточку можно снять Вот мы сейчас снимаем защитную сетку И мы можем посмотреть, как устроен сателлит То есть здесь применена двухполосная схема для полита Здесь в центре находится твиттер размером 1,5 см И два симметрично расположенных среднечастотных динамика диаметром 8 см Диафрагмы выполнены из алюминия Это касается среднечастотных динамиков и твиттера также Корпус выполнен из поликарбонатного материала, очень прочного Он не прогибается и, в принципе, очень жесткий На толовой стороне располагаются два отверстия Для того, чтобы можно было использовать настенные крепления И, собственно, акустические терминалы, которые подключаются путем вот такого нажатия И вы можете подключить любой акустический кабель сечения до 2,5 мм в квадрате В комплект, как я уже сказал, входит пять сателлитов Четыре из них предназначены для расположения вертикально И один сателлит пятый имеет вот такой вот логотип, расположенный горизонтально И крепление тоже располагается для горизонтального крепления Это акустическая система центрального канала И активный сабвуфер Вот такой вот достаточно крупный элемент У него корпус выполнен из МДФ Но фронтальная часть имеет такую пластиковую отделку И впереди находится фазоинвертор Его можно ставить достаточно близко к стенке На толовой стороне сабвуфера располагаются клеммы для подключения Регулировка громкости кроссовера Ну и факультативно клеммы для подключения к акустическим терминалам Теперь давайте посмотрим, как этот комплект поставляется И что идет в штатной комплектации Система поставляется вот в такой вот довольно крупной упаковке Внизу располагается активный сабвуфер Дальше идут пять сателлитов И сверху находится вот такой вот пенопласт Где мы можем увидеть все аксессуары Инструкция, в том числе инструкция на русском языке Вот таких вот пять элементов для крепления на стену Для каждой колонки И такой вот пакетик с специальными такими болтиками Для того, чтобы зафиксировать акустическую систему на крепежном элементе И несколько дельферов для того, чтобы устанавливать акустические системы на подставках, на каких-то стойках И так далее Как вы уже, наверное, заметили, данный комплект не комплектуется акустическими и межбочными проводами Но мы вам рекомендуем использовать с этим комплектом акустический кабелин акустик Оптимальное сечение полтора квадратных миллиметра Для комнаты 16 квадратных метров подойдет вот такая вот мини-бобина 20 метров Для более крупных комнат 20-25 метров подойдет такая мини-бобина длиной 30 метров И вам понадобится межблочный кабель для того, чтобы соединить аудио-видео ресивер с активным сабвуфером Мы также рекомендуем кабель инакустик Вот такой вот Общая стоимость всех этих аксессуаров составляет порядка 4-5 тысяч рублей Давайте немножко развернем нашу акустическую систему, чтобы вам было лучше видно Берем наш акустический кабель и обычным канцелярским ножом оголяем буквально 1 сантиметр Скручиваем аккуратно концы и подключаем, соблюдая полярность Кабель с белой маркировкой у нас будет подключаться к терминалу плюс Обозначенный красным цветом Надавливаем на терминал Вот у нас очень удобно входит кабель внутрь терминала И то же самое мы проделываем с черной клеммой Вот видите, да? Надежно закреплен Активный сабвуфер подключается межблочным кабелем Есть две клеммы Левая и правая Мы используем правую клемму, потому что она предназначена для соединения в режиме МОНО Как я уже сказал в самом начале, такие комплекты акустических систем работают совместно с аудио-видео ресиверами Вы можете использовать любой ресивер начального класса любого производителя Но мы для примера рассмотрим модельный ряд 2018 года японской фирмы Denon Мы рекомендуем к этим комплектам 4 модели Это Denon AVRX 250, 550, 1500 и 2500 Самая простая модель Denon AVRX 250 оснащена 5-канальным мощным усилителем 90 Вт на канал Эта модель имеет интерфейс Bluetooth И по всем параметрам она подходит к любому из этих комплектов Следующая модель 550 имеет автоматическую систему настройки И вот такой вот интерфейс USB, который позволяет подключать USB накопитель для прослушивания аудиофайлов Следующие две модели имеют сетевой интерфейс Они оснащены Wi-Fi, они оснащены Ethernet-портом У них более совершенная система автокалибровки И немножко лучше звучание в целом Самая верхняя модель Denon AVRX 2500 еще имеет видеопроцессинг, который позволяет немножко улучшать видеоизображение С таких источников видео, как DVD или каких-то мультимедийных видеоплееров предыдущих поколений Давайте теперь посмотрим, как это все подключается На примере нашего ресивера Denon 2500 мы рассмотрим вариант подключения К акустическим клеммам мы подключаем акустический кабель Терминалы подписаны Фронтальный правый, фронтальный левый Центральный канал, сараунд правый, сараунд левый Соответственно мы подключаем наши сателлиты В разъем сабвуфер output мы подключаем наш межблочный кабель Который подключается к активному сабвуферу Также в ресивер вы можете видеть несколько HDMI входов Сюда можно подключить Blu-ray плеер, какой-нибудь медиаплеер и другие аудио-видео устройства И выход HDMI, который подключается к входу телевизора Выход HDMI имеет функцию RC обратного аудиоканала И по этому же кабелю с телевизора звук идет обратно на ресивер Что в нашем примере и будет демонстрироваться Теперь рассмотрим, какие необходимо сделать установки на активном сабвуфере Вот посмотрите, здесь есть два гнезда для подключения межблочного кабеля Вот мы используем правое гнездо, которое называется моно И снизу есть две регулировки Нижняя это регулировка частоты среза Фильтр низкочастотный, мы его ставим на максимум В этом случае фильтр сабвуфера полностью открыт А громкость мы ставим примерно на середину, где-то на 12 часов И в принципе этого достаточно для того, чтобы начать процедуру настройки всего комплекта Есть еще такой тумбер, который позволяет установить режим В котором наш сабвуфер будет включаться автоматически при поступлении сигнала Как правильно размещать наши сателлиты и активный сабвуфер в комнате? Давайте начнем с фронтальных сателлитов Они ставятся с левой и с правой стороны от телевизора Это может быть вот так Это может быть на каких-то подставках Сразу хочу сказать, что опционально поставляются напольные стенды Для комплектов MUI 75, 95, 135 и 95 поставляются стенды LS90 Они имеются также в продажу Для комплектов MUI 365 опционально идет стенд LS250.2 Но мы рассмотрим еще один вариант размещения Это настенные крепления В комплекте, как я уже говорил, идет вот такая вот скоба для этого И идут специальные винты Вот я уже закрутил Они имеют специальные такие вот прорези Которые будут как раз вставляться вот в эти рейки Мы должны зафиксировать вот это вот крепление на стенке Для этого мы используем шурупы, которые должны соответствовать материалу вашей стенки И также мы должны подумать, как будет прокладываться кабель Очень хорошо, когда акустический кабель уже проложен на стадии ремонта И уже, соответственно, мы имеем только выходящий вот такой вот кусочек акустического кабеля Либо, соответственно, он скрывается специальными коробами Но выглядеть это будет примерно так Вот так вот будет закрепляться вот эта планка И так вот будет выходить кабель И дальше мы уже вешаем наш сателлит на вот эту вот планку Вешается сателлит очень просто Специальные отверстия Мы вставляем наши винты Вот, и надавливая вниз, мы фиксируем акустическую систему на стене Размещают сателлиты на слева и с правой стороны от телевизора Примерно посередине выглядит это вот так вот достаточно красиво Теперь посмотрим, как мы разместим центральный канал и другие наши сателлиты Центральный канал, как следует из названия, размещается по центру Лучше всего, чтобы он был максимально приближе к телевизору Размещался снизу вот таким вот образом И можно закрепить его на стенке, используя такую же настельную скобу, как для левого и правого сателлита Можно также разместить и сверху телевизора Но рекомендовано лучше размещать снизу Также можно поставить на телевизионный стенд вот таким вот образом Можно поставить внутрь стенда Но чем ближе к телевизору, тем лучше И посмотрим, как мы размещаем наши сарраунд-каналы Наши толовые сателлиты мы размещаем тремя способами Либо на напольной подставке, либо закрепляем на стене с помощью настенного крепления В общем, такого же, как мы использовали для крепления фронтальных сателлитов Либо мы используем предметы мебели В частности, у нас в шоуруме есть такая конструкция, где сарраунд-каналы размещаются оптимальным образом Высота размещения сателлитов должна находиться в пределах от метра до полутора метров И направление на точку прослушивания примерно 110 градусов относительно оси, которая направлена на телевизор Вы можете закреплять сателлиты как на боковой стенке, так и на толовой Если у вас диван придвинут к стенке, к толовой, то лучше их закреплять на боковой стенке Левый сарраунд-канал также установлен аналогичным образом И последний элемент, активный сабвуфер, мы размещаем в любой точке комнаты Но лучше всего, если он будет располагаться с фронтальной стороны Там, где у вас находится телевизор и все другие компоненты А еще лучше, если он будет находиться где-то вблизи фронтальных сателлитов Теперь давайте рассмотрим, как мы будем настраивать наш комплект На примере нашего ресивера Denon ABRX2500 Мы включаем ресивер, мы нажимаем кнопочку Setup на пульте дистанционного управления И видим экранное меню В нем два важных пункта, которые отвечают за аудионастройку Пункт Audio и пункт Акустические системы Входим в пункт Акустические системы и выбираем ручную установку Назначение усилителей Поскольку у нас комплект формата 5.1 Здесь нет большой разницы от того, какой мы параметр здесь установим Конфигурация акустических систем Это важный параметр Здесь мы должны установить все колонки в формате малые Это делается для того, чтобы разделить наш частотный диапазон правильным образом И у нас средние и высокие частоты будут воспроизводиться на наших сателлитах А низкие частоты пойдут на активный сабвуфер Мы фронтальные сателлиты ставим малые Центральные малые Боковые наши сарамт-каналы тоже малые И нам нужно активировать активный сабвуфер Ставим здесь параметр DAT Устанавливаем в графе В разделе расстояние до акустических систем Расстояние до каждого сателлита Это можно сделать с помощью оптических измерителей Либо просто обычной рулеткой Желательно это делать максимально точно Потому что от этого будет зависеть качество нашего сараунд-звучания Здесь мы можем установить точность измерения И для каждого канала устанавливаем точно измеренное расстояние от нашего сателлита до точки прослушивания Для каждого канала включается буфер После этого выходим и переходим к следующему пункту Уровень громкости В этом пункте настраивается уровень звучания каждого отдельного сателлита Это делается для того, чтобы наше сараунд-поле было правильным и точным Мы включаем тестовый сигнал И у нас из каждой колонки воспроизводится определенный частотный шум Видите, да? Задача заключается в том, чтобы сделать звучание из каждого сателлита одного уровня Вы можете делать это на слух Вы можете это делать с помощью специальных приборов Либо шумомер, который можно установить как приложение в вашем смартфоне Либо используя отдельные устройства Следующий пункт – кроссоверы Это наиболее важный пункт Именно он будет определять, насколько ваша система будет устойчиво работать И не будет перегружаться Здесь устанавливается частота раздела Если мы устанавливаем здесь частоту, допустим, 120 Гц Это говорит о том, что все частоты выше 120 Гц будут воспроизводиться нашими сателлитами А все, что ниже этой частоты раздела, будет воспроизводиться активным сабуфером В ресиверах Denon, в частности 1500-2500 модель Есть возможность задавать такую частоту индивидуально для каждого сателлита В наших моделях и в моделях других производителей вы можете встретить общую частоту раздела Но в любом случае для комплекта Movie 365 эта частота должна быть 120 Гц Можно 150, ниже не рекомендуется В этом случае просто наши сателлиты будут перегружаться Итак, мы ставим 120 Гц Если мы говорим о более младших моделях, Кантом Movie, допустим, 75, 95 и 135 Там рекомендуется частота среза 150 Гц И для моделей 165 и 365 можно поставить частоту 120 Гц И последний пункт, настройка низких частот Эта функция определяет, как будет воспроизводиться LFE дорожка многоканальных записей Учитывая то, что у нас комплект 5.1 И сателлиты однозначно заданы как маленькие компактные колонки Здесь, в принципе, любое значение будет являться нормальным Но мы оставим значение LFE И частотный диапазон LFE сигнала зададим как 150 Гц Это, в принципе, тоже не сильно влияет на результат И напомню, что ресивер Denon Averix 250BT Он настраивается только вручную Ресивер Denon 550BT имеет функцию автонастройки только базовых параметров И именно эти две модели мы наиболее рекомендуем к комплектам Canton Movie И две верхние модели Denon 1500-2500BT имеют автонастройку Которая включает вот этот вот дополнительный этап рум-коррекции Который нужно отключать ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Суммируя все вышесказанное, можно сделать вывод, что комплекты Canton Movie Это отличный выбор для тех, кто ищет компактные акустические системы При этом в достаточно ограниченном бюджете И особенно хорошо эти системы работают совместно с ресиверами фирмы Denon Стоимость системы, которые мы вам показывали, которые мы вам показывали, примерно 110-115 тысяч рублей И мы вам очень рекомендуем эти комплекты ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА